Задан вопрос по диферелину, босерелину, декапептиудепой, еще аналог. В общем, это препараты из группы антагонистов гонадотропин-релизинг-факторов. Что это, я уже немножко объяснил в предыдущей лекции по лечению эндометриоза. Ну и здесь надо, ну в основном это идет из этих препаратов, трипторелин, химическая назва. Но, соответственно, есть очень много страха насчет того, что, зачем босерелин. Это получается аналог того же диферелина, но животного происхождения, того же трипторелина. Смысл действия такой же. Эти гормоны, они опосредованно, там не будем говорить прямо, угнетают действие собственных яичников или яичек у мужчин. И вызывают, грубо говоря, кастрацию, можно сказать, климакс. Самый настоящий климакс. В достаточной дозе. Если диферелин используют в маленьких дозах, там идет 3,75, это серьезные уже дозы, 0,1 миллиграмма это идут. Иногда даются это, там нюансы при фолликулярных кистах, когда не могут женщины забеременеть. Вот такие нюансы. Это уже отдельный какой-то случай, а большинство этих вещей даются при у женщин эндометриозе, раке или подозрении и страхе перед раковых заболеваний. И у мужчин вместо обычной кастрации, которые не хотят, особенно кто моложе, при раке простаты, потому что он гормонозависимый, рак простательной железы, используют химическую кастрацию, так называемую. Фактически то же самое. И фактически мужчинам нельзя потом бросать, если у него уже действительно был рак простаты, нельзя бросать потом курс и снова возобновлять. Такого не позволяется, но не хочется, не хочется лишаться яичек. У евреев, например, некоторые некоторые законы есть насчет удаления яичек, насчет кастрации. Но не суть, просто не хочется и используется. У женщин эндометриоз очень сильно, я уже рассказывал. И тоже рак или предраковые заболевания при страхе перед раком. Что очень сильно пугает насчет побочных эффектов. Но надо что представлять. Это получается климакс. На какое-то время, полгода курс, например, это получается климакс. Соответственно, какие ощущения, особенно у женщин при климаксе. Ну, поспрашивайте. У некоторых он легко проходит, а у многих это все и головокружение, и тошнота, и приливы жара, и слабость, и рвать даже могут, и головные боли. Но климакс, на то он и климакс. Поэтому большинство всех этих побочных эффектов, они как раз являют собой проявление такого климакса. И ничему тут удивляться не надо. Если это дается, например, на полгода. Да, неприятно, да, противно. Есть разные вещи, разные растительные и нерастительные. Только не гормональные, которые снова вносятся. Те гормоны, которые как раз глушат этим препаратом. Но различные препараты есть, которые облегчают течение климакса и переносимость. Соответственно, этих препаратов, того же трепторелина, становится лучше. До какой-то меры, но становится лучше. Ну и надо понимать, если стоит еще эндометриоз, да еще там один-два узелка, которые можно спокойно прооперировать. Лучше прооперировать. Там их только до и после операции используют как подготовка. Так это уже не полгода. Вот, и дозы не те. А если надо, например, рак. Если это раковые вещи. Ну что страшнее, рак или климакс на полгода? Ну, конечно, рак. Если начнется настоящий уже рак, придется облучать. Придется принимать химиотерапию уже, не только гормона, а химиотерапию. С этими вылезаниями волос и так далее. Или с облучениями матки, с соответствующими побочными эффектами. Там могут быть и смерть даже от ромбоэмболии после облучения матки. Всякие бывают вещи. Это все тяжелые лечения. То есть, если стоит вопрос, перетерпеть ли полгода климакс со всеми этими приливами, тошнотой и так далее. Ну, терпится. Точно так же при беременности многие женщины мучаются страшно. Мы их это, конечно, ценим. Так что они так страдают ради детей, ради мужа своего. Но, конечно, я знаю, что это 9 месяцев и перетерпится временно. Это не на всю жизнь. Поэтому есть симптомы, которые можно снимать, облегчать. Различные обезболивающие, спазмолитики и так далее. Вот только главное, если кто-то что-то скажет, что вот попей такой препарат, он облегчает климакс, то чтобы это не был препарат эстрогеновых гормонов. Потому что, получается, ты эти гормоны глушишь этим препаратом и тут же их принимаешь. Может симптомы то и облегчаться. Но, по сути, что ты делаешь? Ты борешься с собственными лекарствами с помощью других. И эффекта ты того не получишь. Вот в таком плане. Да, конечно, лекарства нелегкие, скажем так. Но надо понимать, рак еще хуже. И это временно, и это не столько побочка от самих лекарств. Понятно, может быть и какая-то личная непереносимость, и аллергия. А на что аллергия не бывает? И на мед бывает аллергия, и на ягодки, и на что угодно. Может быть просто непереносимость, уже личная аллергия. Но, в основном, все эти эффекты связаны просто с климаксом. Самый настоящий климакс, резко наставший климакс. Легче, когда он понемножку наступает постепенно в организме. Но это уже отдельная тема, не буду. А это, по сути, резко вызванный климакс. Но если стоит вопрос про предраковые заболевания, или уже рак, или еще что-то такое серьезное. Ну, естественно, лучше полгода потерпеть, чем потом лечить уже рак. Вот такие вещи. Поэтому, да, побочные эффекты, неприятно, и все. Многие женщины говорят, что очень тяжело переносят. Но я знаю женщин, которые говорят, я перенесла, говорит, инфаркт в своей жизни. Говорит, перенесла тяжеленные кризисы, кипертонические. Я много чего перенесла, но, говорит, когда настал климакс, это хуже всего. И сознание теряют, и судороги даже в некоторых начинаются при этих климатерических приливах. Я, по крайней мере, два таких случая видел. В общем, ну, только это уже не на годы и годы, это на полгода. Если оно даже и будет до такой степени, не у всех же. Вот такие нюансы с этими лекарствами. И пожелаю вам, чтобы у вас такого, конечно, не было. Но если придется, чтобы знали, что это временно, что это не столько побочный эффект, сколько даже, ну, закономерный эффект, взывает климакс временный. И проявление климакса, это не что-то такое нежданное. Это, собственно, то, что и ждешь, что и должно быть при этом. Вот. На этом все. Мне как раз и название. Всем пока. Счастливо. Счастливо.